всем привет друзья сегодня разбор трехкомнатной квартиры в жк макаровске я знаю вы интересуетесь этим жилым комплексом в городе екатеринбурге и это уже второй разбор этой квартиры 1 смотрите по ссылке и так прежде чем начнем разбор планировки подписывайтесь на канал жмите на колокольчик можете лайк сразу поставить а мы начинаем ко мне обратились заказчики мама папа едва дитя но дитя то конечно не обратились папа обратился с мамой нужно сделать планировку под их нужды много вариантов они уже сделали переделали и что-то делали с другими дизайнерами я так подозреваю не с одними все никак не могут найти идеального варианта на самом деле я сомневаюсь придумал ли я им идеальный вариант но с моей точки зрения да а вот вы дорогие мои посмотрев этот ролик скажите насколько идеальный или что-то или что-то нет и так вводные данные мама папа два ребенка что мы имеем у нас есть три спальни большое общее пространство и вообще квартиру большая но макаровске славится большим пространством большими квартирами большими окнами сейчас посмотрим насколько это вообще хорошо удобно и так далее начнем с той планировки которая мне попалась от заказчиков точнее он сам не и отправил давайте смотреть вход в квартиру большая прихожая есть что-то похожее на гардеробную и первое что бросается в глаза это очень много шкафов с одной стороны это хорошо хранить там много вещей надо поэтому много шкафов хорошо продумали хранение с другой стороны с точки зрения визуала это много шкафов ну такое ощущение что ты попал в магазин шкафов тут шкаф там шкаф везде шкаф везде натыкаемся на какие-то углы какие какие-то уступы это все хранение на мой взгляд этого нужно избегать то есть хранение нужно делать незаметным понятное дело что этот шкаф можно маскировать его можно делать в цвет стены можно делать дверки без ручек и так далее и тому подобное но тем не менее идем дальше есть гостевой санузел он же прачечная дальше у нас есть кухня и вот я уже говорил в предыдущем разборе здесь на мой взгляд не очень хорошо сделано то что вот это все пространство разделено огромной колонной каким-то еще дополнительным уступом сверху еще лежит балка и все это делает кухню такой обособленной а во-вторых не позволяет нормально инсолировать это пространство то есть сюда солнышко очень мало попадает тем более что вот эта сторона по моему северная даже то есть солнце совсем здесь будет очень очень мало это постоянный искусственный свет но такая особенность планировки это никак уже не исправить не изменить то есть эти столбы не убрать они есть кухня здесь из двух частей состоит вот вот сам кухонный гарнитур и места хранения там же холодильник наверное наверное духовой шкаф там микроволновка и все такое прочее здесь на кухне уже такая допущена ошибка вот холодильник с этого края рядом с ним идет варочная поверхность а потом мойка ну как бы логика приготовления еды перепутанным то есть мы из холодильника достаем моем режем жарим сервируем ну логика очень простая поэтому нужно поменять местами ну окей идем дальше здесь стол на шесть мест прям такой мастодонт около окна стоит диван такой интересный многофункциональный то есть можно в одну сторону садиться в другую сторону садиться такой он может быть диван трансформер диван на разные стороны это вот решение мне понравилось очень интересно и дальше за дверью уже начинается приватная часть квартиры это длинный коридор с 1 2 3 4 5 6 6 дверей я всегда говорю что такие коридоры это выставка дверей но такой магазин дверей осталось только ценники повесить на двери и нормуль в общем можно покупать или водить там по стояку своих соседей там типа вот смотри у меня дверь такая дверь такая дверь такая но общем это нехорошо как-то санузел для детей есть или для взрослых или гостевой не знаю дальше второй санузел вот такие решения друзья вот старайтесь избегать то есть ванна зажата между стенкой вот специально надо стенку построить ее специально нужно облицевать плиткой там осталась ниша в нее надо шкаф какой-то встроить по краям плитка посередине дверка как это выли как будут стыковаться эти материалы не очень красиво в общем очень такое сомнительное решение с точки зрения дизайна с точки зрения функционал это все нормально как бы вот ей шкаф это хранение вот есть ванна она вроде как-то зажата между плитками брызги не летят то есть это да это все удобно но с точки зрения эстетики ну тут нет никакой эстетики это просто ремонт и все окей дальше две детские одна с двумя большими окнами с одной стороны это хорошо с другой стороны тут ничего не поставить ну поставить но сложно потому что ну как бы окно же ты не заслонишь вторая детская есть большой минус это выступающий угол внутри комнаты это всегда плохо для любой комнаты ну то есть ты вроде живешь в комнате а в тебя как бы наступает вот этот угол клин вот это значит это как эти это немцы так наступали свиньёй углом знаете эти рыцари таки тэн 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 и вот на тебя каждый день этот угол наступает в общем это нехорошо ну и спальня завершение то есть тоже мне не очень понравилось то есть к особенно вот логика заходим сюда сразу же спотыкаемся о атаманку то есть ее скорее всего придется убрать висит телевизор он тоже на проходе можем плечом задеть но может он плоский не заденем для того чтобы снять одежду мы вот так вот потопаем зайдем сюда снимем одежду потом потопаем обратно если кто-то в этот момент спит отдыхает мы ему будем постоянно мешать ну так себе история на мой взгляд в общем вот все вот эти движения они как-то ну не добавляют комфорта то есть надо как-то по-другому перегруппировать вот это то с чего начали работать и так напоминаю два взрослых два ребенка нужно придумать комфортное пространство для жизни плюс много хранения естественно ну и плюс учесть различные особенности этой семьи первое с чего я начал это прихожая в прихожей когда мы заходим мы сразу же упираемся на столб это несущая конструкция которую мы убирать не можем поэтому она осталась но шкафы все я убрал и убрал санузел ну зачем я подумал третий санузел в квартире где живет 4 человека но как бы не совсем понятно если бы это был большой дом много людей тогда да а здесь все-таки но ну как бы зачем то есть надо экономить пространство использовать его более рационально подумал я и убрал санузел сделал вместо него гардеробную которая гораздо больше по размеру и здесь у меня разместились все шкафы то есть большой длинный шкаф для верхней одежды узкий шкаф вдоль стены для обуви сумок перчатки шерфы там все что угодно небольшого размера вот а саму прихожую я освободил от всей этой мебели и сделал ее визуально легче все нету шкафов и вот этот магазин шкафов как бы вот все растворился исчез и вот это пространство можно уже оформлять и делать красивым дальше вплоть до того что здесь можно даже вот два креселка поставить или одно какое-то место для сидения красивая когда это появляется у вас на входной зоне то сразу же но такое ощущение у меня встречают вот это мой дом он просторный светлый но совсем другие ощущения давить когда мы заходим в шкафы дальше проходим и у нас вместо узкого длинного коридора получается большое широкое пространство скорее это даже какой-то холл в который мы даже можем поставить какую-то консоль или комод или какую-то необычную мебель а вот весь хозблок он спрятался вот в эту нишу здесь и стиральная машина и место для уборочного инвентаря и еще остается место для кладовой например там можно хранить не знаю чемоданы и лыжи а можно часть кухни спрятать и приборы те же самые там какие-нибудь мультиварки хлебопечки можно все за двери скрыть и пусть они там себе работают за закрытыми дверями когда надо открыл загрузил выгрузил потом закрыл вот проходим дальше и здесь кухня кухню я сделал с островом остров как бы обнимает этот самый столб еще я подумал что на этот столб хорошо бы зелень сделать и получится такой декорированный зеленый столб а если вы любите готовить зеленью то пожалуйста озелените полезными растениями ну не знаю там лучок укропчик кинза там и все такое прочее все это растет на стене все под рукой сорвал покрошил по моему удобно напротив кухни располагается здесь какой-то комодик буфетик на котором может стоять кофемашина чайника не знаю печенье фрукты вот что-то такое что удобно пройти и взять ну а дальше уже отдельно стоит стол здесь я поставил его овальным чтобы избежать углов потому что углы это такие вещи которые мы спотыкаемся они визуально не очень приятно все-таки нам заваленные формы как-то ближе и легче воспринимаются напротив стола я поставил обязательно какой-то предмет в виде но какого-то серванта буфета в котором может быть красивая посуда там могут быть стоять бокалы там могут стоять какие-то дорогие вина виски не знаю может быть какие-то красивые предметы декора то есть это та вещь та красота которая делает дизайн да то есть ее нужно сразу же предусматривать в планировке дальше я оставил так как есть тот интересный диван с предыдущего варианта мне показался он неплохим поэтому почему бы и нет пускай стоит идем в приватную зону здесь я вообще все поменял и сделал так что у меня появилась мастер спальня ну как родители без мастер спальни я вообще не представляю то есть эту квартиру нельзя называть комфортно если там нету мастер спальни в предыдущем варианте ее не было а в моем есть а также есть такая интересная фишка как общий гардероб общее место хранения для детей смотрите что я для этого сделал то есть я разделил две комнаты двумя перегородками между которыми получилось пространство заходя в которое мы как бы попадаем в место хранения для детей то есть туда мы вещи вешаем в шкаф складываем в стеллаж это позволяет избежать шкафов в комнатах понимаете то есть комната вроде поменьше стало но зато там нет шкафов и за счет этого она как это ни парадоксально будет выглядеть просторней потому что нет шкафов вот и нету вот этого постоянного захламления в комнатах есть кровать есть какой-то столик можно поставить стеллажики для книг игрушек да собственно вот и все что в первой что во второй комнате здесь мы не можем избежать в этой планировке несущих конструкций естественно никуда мы их не уберем но зато я сделал так что она стоит как бы посередине вокруг нее ходит воздух и опять же это дает ощущение простора потому что наш глаз не упирается ни в какие углы он как бы проскальзывает дальше по стене вот это очень хороший прием и дает ощущение простора то есть но правда понять это можно только тогда когда это все выстроится но и самое интересное это спальня родителей сейчас это мастер спальня есть такой квадрат то есть попадаем его и заходим в него как бы через такой небольшой тамбур и что у нас здесь есть кровать и и шкаф собственно говоря к сожалению не удалось в этой планировке сделать отдельную гардеробную поэтому длинный шкаф напротив кровати но здесь он три с половиной метра а в предыдущем варианте шкаф был три метра то есть на полметра я его увеличил в самой спальне затем я его увеличил на метр вот в этой зоне входа то есть это тоже часть предусмотрена для хранения поэтому на полтора метра я увеличил зону хранения это как минимум и это тоже плюс потому что сейчас вещей много храните где-то надо ну вот пожалуйста есть эти самые места хранения смотрите зачем еще этот тамбур я сделал для того чтобы спальню сделать правильной формы то сейчас это такой квадратик это позволит в будущем сделать без труда красивый дизайн очень удачно оформить чтобы не было вот этих вот ломаных пространств которыми сейчас любят значит любят их использовать застройщики вот здесь я этого избежал сделал правильное квадратное помещение через тамбурочек мы заходим в душевую в душевой есть раковина унитаз душевая кабина и еще макияжный столик то есть места хватает его достаточно для того чтобы такие приемы применить я считаю это очень здорово а также я применил здесь еще стеклянную стену и перегородку то есть дверь стеклянная и сюда проникает дневной свет если надо вам сделать непрозрачным эти стекла то можете установить smart стекло если финансы позволяют если нет можно сделать обыкновенные шторы мы делали и так и эдак в разных наших проектах и тот и другой варианты рабочие главная фишка здесь заключается в прозрачности этой стены потому что она запускает свет она делает все общее пространство мастер спальни гораздо больше визуально и все это в итоге выглядит гораздо наряднее и просторнее последний остается санузел он же детский он же гостевой здесь есть ванна унитаз и раковина в общем все необходимое для того чтобы так сказать обслужить нужды нуждающихся на этом все друзья пишите в комментариях что вы думаете по этому поводу как вам решение с мастер спальней второе я очень хочу узнать что думаете по поводу разделения двух детских и вот этой вот буферной зоны между ними превращенной вместо хранения прям важно для меня это узнать по поводу прихожей тоже напишите как вам больше нравится вот вот это свободная прихожая с отдельной гардеробкой вот то есть вот такой просторный либо все-таки вот первый вариант то есть мне тоже очень интересно знать очень важно ваша обратная связь потому что я очень внимательно читаю опираюсь на нее это мне нужно для того чтобы с каждым разом совершенствовать свои умения в планировках делать их все время лучше осознанней все для вас дорогие друзья все для вас вы можете обращаться заказывать мне планировки я их сделаю для вас большим удовольствием за небольшие деньги поэтому всех жду всем пока да прибудет с вами муза на канал на канал подписывайтесь жмите на колокольчик ставьте лайк для вас стараюсь дорогие мои